Здравствуйте, товарищи. 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Террористы убили несколько десятков безоружных людей, подожгли здание концертного зала. Больше сотни человек ранено. Мы знаем, что у каждого явления есть своя сущность. Помочь выявить сущность этого террористического акта с научных позиций, мы попросили профессора по кафедре экономики и права, сопредседателя идеологической комиссии Рабочей партии России Михаила Васильевича Попова. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Встреча наша происходит в печальный момент, когда мы имеем очередные жертвы, но в последнее время жертвы среди мирных жителей были фактически постоянными. Более того, можно сказать, что начиная с того момента, когда конституционный порядок был нарушен на Украине, и когда гнали за законным президентом, чтобы его убить, и пришлось вертолетной группе его спасать, увезти в Россию, начиная с этого момента, когда разрушен был законный порядок в государстве Украины, мы там наблюдаем ситуацию, которая иначе как фашизмом или нацизмом, иначе как вот такими словами оценить нельзя. Никакие фактически государственные законы не действуют. Вот. И мы видим, что та клика, которая пришла к власти на Украине, она занимается убийством мирных жителей. И если мы помним, они отбросили все мирные переговоры, в которых участвовали там и Германия, и Франция, и Россия. Вот. И они готовились, и очень хорошо готовились, начиная с 2014 года, к тому, чтобы вести борьбу с Россией, чтобы дальше наступать, захватывать территории и так далее, убивать мирных жителей. Вот. Но мирных жителей они начали убивать с 2014 года безостановочно, постоянно. Били по Донецку и по Луганску, и били не каким-то объектом вооруженных сил Донецка и Луганска, а били прямо по площадям, по домам, по рынкам, по школам, по больницам и так далее. И даже вот можно сказать, что настолько это было обычным, что люди даже к этому привыкли и уже как бы на это серьезным образом не обращали внимания. А это ведь переход количества в качество, если это вот так продолжается, и продолжается с 2014 года. И, собственно говоря, с этим связано и проведение специальной военной операции, потому что это надо прекратить. Но, как выяснилось, что это задумка не только каких-то украинских хлыев американского хозяина, а это задумка самого американского хозяина, который сейчас во всем мире проводит политику фашизма во внешней политике. А фашизм, если мы вспомним это определение, фашизм означает не просто государство буржуазии, а фашизм предполагает такую власть, которая действует террористически. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шансистических элементов финансового капитала. Ясно, что у них такого финансового капитала, который уже давлеет над промышленным, который съел верхушку промышленного капитала и поэтому и стал по названию финансовым, когда верховодят банк и банком, никакие законы, нормы, не только морали, но и права юридического не нужны, они как бы терпят в Соединенных Штатах Америки. А свои возможности влиять на дела в других местах обеспечиваются силой. Поэтому НАТО превратилось в такого проводника американского влияния на все процессы, которые действуют. А. В Европе и Б. С помощью средств, которые есть у НАТО или в других континентах. Поэтому имеем на сегодняшний день такую прочную, довольно развернутую систему американского фашизма во внешней политике. Но мы еще для себя, может быть, не уяснили, что фашизм – это открытая террористическая диктатура. А вот эта террористическая у нас как бы на глазах не все время проявлялась, потому что уже как бы привыкли к тому, что происходило. И, наконец, вот этот террористический характер диктатуры фашистской Соединенных Штатов Америки, которые проводятся руками своих халуев на Украине. И жертвой является прежде всего украинский народ, который погружен в пучину американского фашизма и превращен в некоторое орудие, когда отлавливают украинцев и заставляют воевать против русских. Вот в этой ситуации, учитывая, что успешно проходит спецоперация, и украинские войска, которые вооружены всем оружием с американским или тем оружием, которое по указанию американцев им передано, вот эта вся армада, она проигрывает. А раз она проигрывает, она начинает переходить к более резким и более острым, как они считают, более успешным действием. То есть вместо того, чтобы стрелять каждый день по белгородским улицам, площадям, по рынкам и так далее, вместо того, чтобы забрасывать какие-то диверсионные группы небольшие на территорию России, значит, вместо этого они решили проводить более широкие акции. И то, что мы имеем, это, конечно, крупнейшая фашистская акция, которая, собственно, лицо того, с кем мы воюем, американского фашизма, вполне проявляет. Потому что такие акции делают только при очень большой поддержке. Потому что ясное дело, что без поддержки, так возмущать население страны, в которой вы провели эту акцию, невозможно. Отсюда какой вывод? Отсюда вывод такой, что необходимо и дальше продолжать, теснить и побеждать фашистов американских, и их наемников, и их проводников всей этой самой американской политики фашизма во внешней среде. И требуется приложить к этому усилия. Отсюда следует, что нужно и внутри нашей страны навести в этом отношении порядок. То, что во время такой сложной ситуации, когда идут бои, и когда напрягают силы наши рабочие классы и другие трудящиеся, обеспечивая всем нашу армию, которая успешно решает задачу борьбы с американским фашизмом на Украине, необходимо и внутреннюю жизнь привести в известный порядок. Может быть, у нас слишком много праздников и праздничных мероприятий с многотысячными участниками, хотя время-то, в общем-то, у нас непростое, военное. И вообще, если люди понимают, что у нас сейчас происходит какая-то битва, то в это время вряд ли некоторые праздники так уж прямо так и нужны. И нужно ли обязательно такие большие толпы собирать? Это первый вопрос. Но второй вопрос более серьезный. Сейчас уже на сегодняшний день по счету погибло 133 человека от рук вот этих самых наемников, палачей, которые действительно наемниками являются. Они им заплатили или пообещали заплатить. Один прямо так и говорит, мне обещали 500 тысяч, полумиллиона. В этой ситуации нам надо подумать о том, что у нас не все в порядке с нашим законодательством. В свое время, тогда, когда мы входили в разные советы Европы и были опутаны разные соглашениями, нас опутали с соглашением о том, чтобы мы ввели мораторий на смертную казнь. У нас в Уголовном кодексе записана смертная казнь по четырем статьям. Но она не применяется. То есть вот люди такие преступления делают, а все их просто сажают в тюрьму и кормят. А кто кормит? А кормят те же самые рабочие, которые работают и кормят. И, естественно, и рабочники сельских предприятий, которые все это обеспечивают. А другие должны охранять. А третьи им там устраивать нормальную жизнь, тепло, чтобы там было, и на прогулку выводить и так далее. И все за чей счет? За народный счет. Что по этому поводу известно из нашей литературы исторической, и что известно из научной? Ну, из исторической литературы вот и был такой французский писатель Альфонс Жан Карр 1808-1890 год, который выступал против отмены смертной казни. и прямо говорил, что все, что им нужно сделать, то есть этим господам-убийцам, что все, что им нужно сделать для ее отмены, так это отказаться от своей преступной деятельности. Словом, пусть господа-убийцы начнут первыми. То есть получается так, господа-убийцы, они никаких на себя обязательств не взяли. Они не взяли никаких обязательств, что они не будут убивать. Они не взяли обязательств, что они не будут приходить на такие мероприятия, где многотысячные скопления людей, и чтобы сразу огромный урон нанести и наводить террор. Что такое террор? Фашизм открытый террористический деликатур. А террор это что? Это ужас. То есть не просто это преступление, не просто убийство, это создание обстановки ужаса, чтобы люди в ужасе были, чтобы они были подавлены, чтобы они, как говорится, плакали и рыдали. То есть вот к чему приступил тот режим на Украине, который выполняет волю американского фашизма. Внутри Америки фашизма нет. Там порядок, там, если кто убивает, там есть смертная казнь в разных вариантах. И еще новые варианты придумывают смертной казни, чтобы там это дело не расходилось, чтобы не развалилась государственная система. А у нас-то кто принес эту самую идею отказа от смертной казни? Всегда было известно там и Венину, и Сталину, и другим крупным и серьезным руководителям, что смертную казнь должны отменять господа убийцы. Смертная казнь – это же ведь только реакция на преступление. Не будет преступлений, не будет и наказания. Тот, кто хочет, чтобы не было таких наказаний, надо сделать так, чтобы не было таких преступлений. У нас, вот если вы откроете свой телефон, если он у вас, так сказать, достаточно продвижен, то вы там можете сразу найти интервью с очень многих убийц, которые убили и сто и более человек. И что с ними? Они чего? Они длительное время убивали безнаказанно, почти там десятилетиями никак не могли раскрыть. А потом, когда раскрыли, то, так сказать, их приговорили к тому, чтобы они долгое время находились в тюрьме. Значит, родители тех детей, которых они изнасиловали или убили, и родственники тех людей, кого они убили, уничтожили, мужья тех женщин, которые изнасилованы и убиты, они должны работать и обеспечивать благосостояние вот этих самых преступников, которых кормят, которых выводят на прогулки каждый день. Не думаю, что у нас каждый трудящийся каждый день выходит на прогулку. И, так сказать, трудящиеся у нас сейчас быстро умирают, а эти живут очень долго. И я думаю, что они просто смеются и над государством, и над всеми нами. То есть это вот то, что у нас сейчас осталось, с того времени, когда стал разрушаться социализм, то, что такую, так сказать, сладкую жизнь уготовили преступникам самым страшным, тем, кто имеет 100, там, 80, убийства и так далее. Это вот мы их не убрали. Если мы это не уберем, то это будет продолжаться. Вот надо сейчас подумать. Сейчас мы будем вот этот вопрос решать о Крокусе или о том, чтобы таких вообще явлений не было? Как мы должны это предупредить? Если мы понимаем, что сегодня люди за деньги могут сделать все, что угодно, за известную сумму, то, как вы понимаете, пугать людей тем, что они попадут в тюрьму, это не факт, что попадут, не все попадают. Потому что вот эти граждане, которые совершали убийство в Крокусе, они куда отправились? Они отправились в направление к Украине. Также если бы, скажем, если бы они думали, чтобы не показывать направление, они хоть бы каким-нибудь кружным путем бы туда поехали, они прямо поехали к тем, кто, собственно говоря, обеспечивал им задания и тем, кто их направлял. Поэтому совершенно ясно, что они где видят возможность скрыться от российского правосудия? На Украине где? Где правосудие не действует, где царит американский фашизм во внешней политике. Вот поэтому этот вопрос о смертной казни, вопрос о том, что смертную казнь должны все-таки отменять в первую очередь сначала преступники, вот они отменяют, и смертная казнь не будет приводиться в действие. Смертная казнь не является ни целью, ни самоцелью. Смертная казнь является средством уменьшения числа убийств. Ну, у нас эта история уже серийных убийц довольно большая. Ну, вот я читал материалы, как судили одного убийцу, который убил больше сотни человек. А почему, спрашивает судья, вот убивали? А он говорит, а я вот после убийства лучше себя чувствую. А вот вы убили 80 человек. Он говорит, я не 80 убил, а 105 или 110. Ну, пусть 110. Ну, а вот зачем вы это делали? А вот я уже вам сказал, я вот хорошо себя после этого чувствую. И человек убивал, убивал, убивал. И вы, если вы полистаете сейчас интернет, вы увидите много рассказов о таких людях. Уже их много развелось. У нас таких серийных убийц, которые, наконец, пойманы и потом будут рассказывать историю, в том числе и в тюрьме, и в других местах. И они чувствуют себя героями. Причем герой рискует жизни, а убийцы вот этих серийных, они жизнью не рискуют. Их не приговорят к смертной казни и не уничтожат. Это полностью расходится вообще с пониманием того, что такое государство. Государство – это машина насилия. Насилие вообще не является ни целью, ни самоцелью. Никакого класса. Потому что у каждого класса, хоть будет это буржуази или феодальные, при феодальном обществе это дворяне, феодалы, у каждого класса есть свой интерес. Он интерес свой реализует. А те, кто ему мешает реализовать свой интерес, они, так сказать, преступники. Вот эти преступники, для того, чтобы они не мешали правящему классу реализовать свой интерес, для этого и существует государство, как машина насилия. Странным было государство, которое не применяет насилие к насильникам. Странным было. Тогда получается, что у насильников есть государство, а у государства нет государства. Государство оказывается, так сказать, организация, которая разговор разговаривает в Думе, в Совете Федерации и так далее, а убивают сотнями людей. И тех, кто является убийцами, не приговаривают, не применяют соответствующие меры. То есть не казнят их. Тех, кто убил безвинного человека. Некоторые говорят, а вот вы их приговоришь, вот, и расстреляют их, а вдруг ошибка была. Бывают же ошибки? Бывают. Поэтому я думаю, ну, этот вопрос очень легко решается. Я как вот профессор по кафедре экономики и права давно предлагал, и сейчас еще расскажу, что надо, чтобы было принято решение о том, что он приговорен к расстрелу за убийство многих людей или вообще за убийство даже одного человека. Но приводить надо это в действии, в исполнении приказа. Через 10 лет. Вот 10 лет пусть сидит, вот как сейчас они сидят. Только сейчас они сидят, знают, что они пожизненно будут сидеть и пожизненно их будут кормить. И пожизненно они будут гулять. Однажды корреспондент Комсомольской правды, который был в том месте, где содержатся эти убийцы на островах, говорит, я вообще-то, так сказать, против смертной казни. Но я там, вот среди тех, кто там работает, с этими преступниками. Ни одного человека такого не нашел. Ни одного. В чем проблема? Государство должно, это орудие насилия, которое проводит свои интересы. Оно обязано защищать своих граждан. Если оно не защищает своих граждан, оно не выполняет функции государства. И то, то, что у нас накуролесили в отношении этих самых мораторий, это вот то, что было связано как раз с тем влиянием, тем же американским влиянием, которое распространялось на Европу, на НАТО, на эти государства. И тут же, значит, наши те, кто тоже задрав штаны, бежали в этом направлении, быстро ввели в наше законодательство мораторий. Ну, мораторий – это что означает? Остановка. Ну, если остановка сделана или приостановка. У нас в Уголовном кодексе есть? Есть. Из-за этого их оттуда не изымал эти статьи. У нас смертная казнь есть? Есть. Ну, так надо, чтобы она применялась и чтобы каждый убийца, которому предлагают полмиллиона, он еще думал, полмиллиона я, может быть, и получу. Ну, а скорее я получу пули в лоб. Потому что у нас система вполне такая зрелая, государственная, она вполне может ловить, проводить судебные процессы и решать. Поэтому, а что касается проверок, я уже об этом говорил, мы не спешим, пусть 10 лет посидят приговоренные к смертной казни. А дело в том, что те родители, родственники, тех детей, которые убиты, или тех взрослых, которые убиты сейчас в Крокосе, они уже приговоренные. Все, они, вот эта вся жизнь у них испорчена. Всю жизнь они будут плакать, вспоминая о тех, кто погиб от руки этих самых фашистовщих элементов. Поэтому пусть сидят в тюрьме 10 лет после этого применить это в действии. И в Туме, значит, обеспокоились этим, надо сказать, и это очень хорошо. И начали этот вопрос обсуждать. Замглавы Совбез России Дмитрий Медведев после теракта в Крокос-Сити Холли заявил, что террористы понимают только ответный террор. И никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальные казни террористов и репрессии против их семей. За введение смертной казни для террористов также выступили лидеры партии «Справедливая Россия». Ну, Медведев у нас ведь лидер партии «Единая Россия». Заведение смертной казни для террористов выступили лидеры партии «Справедливая Россия» за правду и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий. «Я убежден», говорит Миронов, «что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления», уверен Миронов. «Террористам только смертная казнь», говорил и повторю, повторяю снова, написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил в Рео Новости, что планирует инициировать на законодательном уровне введение смертной казни для террористов. По мнению депутата, у них не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности, чтобы неповадно было впредь, больше никому нести угрозу жителям нашей страны. Ну вот, появились такие люди, которые стали говорить, это невозможно, очень трудно, но в то же время вот этот круг людей, законодателей наших, он расширяется, который выступает за смертную казнь для бандитов и террористов. Первый замглавы Думского комитета по безопасности Юрий Афонин и Виктор Удаладский, депутат Госдумы. Тоже поддержали. По мнению Водоладского, высшие меры наказания заслуживают не только исполнители, но и заказчики теракта. Вот тот, кто заказал, а как же его надо тоже, он же и есть, вот это их компания. А за эту компанию, надо еще судить строже, что это не один человек, а это уже организованная группа. Коллега Елена Афанасьева, сенатора Совета Федерации, откликаясь на ее высказывание, что нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинами совершения террористических актов, член оборонного комитета Совета Александр Ярошук призвал ввести смертную казнь не только для террористов и их пособников, но и за госизмену. По мнению ветеранов Альфы, а они все время рискуют, как мы знаем, и они идут с риском для своей жизни бороться с этими самыми террористами, воевать и противостоять террору по закону мирного времени невозможно. Но не все с этим согласны. Пример Андрей Клишерс говорил, что если мы такие решения какие-то сделали, то уже мы их не можем перерешить. Это очень странно, не понимаю, какие такие есть могут быть законы или установления или нормы, которые бы демократическое государство, исходя из позиции большинства народа, исходя из интересов самого господствующего класса, не могло бы перерешить. Тем более, что особенно решать тут не надо. Вот первый зам предкомитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков, он говорит, что в законе уже все есть для введения смертной казни, ее можно вернуть указом президента. Для введения смертной казни за терроризм все в законе уже есть. У нас она не отменялась никем. Когда-то приостанавливалась, был мораторий, он закончился, просто нужен указ президента, где прописан порядок исполнения, сказал Синельщиков. Сейчас смертная казнь упоминается в пяти статьях Уголовного кодекса РФ об убийстве с отягчающими обстоятельствами, геноциде, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, либо на жизнь лица осуществляющего правосудия, или предварительное расследование на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Вообще вопрос соедет сегодня так, что если государство не введет смертную руководитель по отношению к террористам, оно, значит, не является защитником народа, защитником трудящихся. Поэтому это вот на сегодняшний день это, можно сказать, такой момент проверки. Так за кого же наше государство? Кого оно больше всего защищает? Кого лелеет, так сказать, террористов или жертв этих террористов? А в качестве жертв может сегодня выступить любой гражданин России. Вот что я хотел по этому поводу сказать и думаю, что наши уполномоченные, избранные, облеченные силой власти должны действовать, а не смотреть, как сейчас плачут и горюют те, у кого погибли родные, близкие, товарищи, друзья, дети и так далее. Пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Вот чем надо руководствоваться. И не надо забывать, что государство существует не для того, чтобы способствовать и содействовать преступникам, а для того, чтобы преступников наказывать. Иначе вот те люди, которые этого не делают, они не могут вообще быть в государственную власть, им там нечего делать, ни в Думе, ни в Совете Федерации. И нечего туда их избирать. Вот что я хотел по этому поводу сказать, в том числе и как специалисты по философии, доктор философских наук, и по праву, и по экономике. Профессор по кафедре экономики и права. Это таково мое ученое звание. Разумеется, как представитель партии рабочего класса, как председатель идеологической комиссии, конечно, я на стороне трудящихся, на стороне народа, а не на стороне тех, кто защищает преступников. У меня все. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Полностью поддерживаю. Хотелось бы отметить, что эти террористы не выдвигали никаких требований. Получается, это был террор ради террора? Ну, я думаю, что требования есть. Нам же пообещали, гражданин Зеленский и другие, что они будут такого рода меры применять. Обратите внимание, они же не случайно разбрасывают мины, бьют по площадям и так далее. Это же все из одной и той же серии. То есть, сделать жизненно население России невыносимой, чтобы начало население роптать тогда. Что же такое нас, что же происходит? Снизу, обратиться, они выступят. И везде могут вас убить. И так везде летают эти беспилотники. И они ведь бьют не по военным объектам. По военным объектам почти не бьют. Они защищены неплохо у нас. Надо защитить население, а защитить население можно именно так, что все, кто поднимает руку на мирное население, должны быть расстреляны. И пусть 10 лет, так сказать, приговор они обдумывают, который они получат. Вот это было бы хорошо. И надо действовать решительно и быстро. Потому что идет война. И уже и Песков сказал, что это из-за того, что другие страны такую колоссальную помощь стали оказывать киевскому режиму. А он, киевский режим, оказался режим, который является хулуем у американского режима. В такое же положение попали и другие страны НАТО. Хотя Украина не в НАТО, но, так сказать, вот они, эти страны НАТО, ее нагружают заданиями бороться и уничтожать вообще военных русских и уничтожать мирное население. Мы же знаем, что происходит на территории, если захватят эти территории войска украинского профашистского режима. Мы знаем, чем это кончится. Поэтому надо и в тылу наладить в этом смысле порядок, а для этого по отношению к врагам России тут должен быть развязан в этом смысле террор. Причем террор на уровне государственном, чтобы все было по закону, чтобы все было как следует. Есть такой закон у нас о смертной казни, и надо его применять. Спасибо за разъяснение, Михаил Васильевич. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok